Здравствуйте! Телеканал СМТВ продолжает рассказ о том, как проходит Кубок Англии, и на очереди одна шестнадцатая стадия финала. Вот пара соперников на ваших экранах, но несколько опережая события, отмечу, что из клубов английской премьер-лиги в турнире в одной восьмой финалу участие примут только семь команд. Следовательно, тринадцать клубов высшего английского света были отсеяны на предварительных стадиях. Ну, а что это за команды, мы узнаем прямо сейчас. Итак, Челси Ботфорд. Это нам показывает матч 1-32 финала Кубка Англии, и это переигровка, которая состоялась на стадионе Стэнфорд-Бридж. Первый матч с этими командами, а это участники лондонского дерби, завершился в ничью 2-2, и некоторую сенсацию своим болельщикам, и не только им, подарили... футболисты, выступающие в этом матче в желтых футболках. Однако на Стэнфорд-Бридж шансов отыграться у команды из Лондона. У Ботфорда не было практически никаких. Уже в начале встречи Адриан Муту реализовал свою попытку у ворот соперника. Гол поначалу решил отменить боковой рефери, но затем главный судья показал на центр поля и тем самым сохранил в силе гол, который оформил на свой счет Адриан Муту. Ускорит Джимми-Клойд Хассельбейнг в своей традиционной манере ударом с угла. В таком положении при выходе 1 на 1 счет удваивает в пользу Челси. Ну а во втором тайме состоялось на поле возвращения Дэмиана Даффа, который долгое время не мог помочь своей команде из-за травмы. Именно в этот период Челси испытывал наибольшие проблемы с результатами. Трижды команда проиграла, но присутствие Дэмиана Даффа в ответном матче против Фотфорда явно воодушевило Челси и компанию. И смотрите, Адриан Муту сначала утраивает счет и становится автором дубля в этом матче. Ну а вот он Дэмиан Дафф, который участвует в последней голевой атаке Челси. Именно он отдает передачу на Эйдора Гуденсена. И 21 номер Челси забивает последний мяч в этой встрече 4-0 и Челси выходит в 1-16 финал. Также только в результате переигровки стал ясен соперник из пары Лестер-Манчестер-Сити, который пойдет дальше. Первый матч завершился ничейным результатом и команды выясняли отношения уже в ответном поединке, который проходил на поле стадиона Лестера. Подопечные Кевина Кигана наконец-то порадовали своих болельщиков победой. И Антуан Севьерский сделал первый шаг к этому результату. Очень долго не побеждала команда Кевина Кигана, начиная с ноября прошлого года. И вот наконец-то этот прерыв прерван, хотя в турнире английской премьер-лиги Манчестер-Сити по-прежнему испытывает очень серьезные проблемы. Ну а мы смотрим, как развивался матч с Лестером. Пол Диков зарабатывает штрафной удар. И здесь хозяева поля немного обострили интригу. Лес Фердинанд у мяча, штатный исполнитель стандартных положений. И ветеран английского футбола бьет точно, но при этом, обратите внимание, мяч проскочил через две пары ног. Сначала дрогнула стенка, затем, неважно, сыграл голкипер Манчестер-Сити и пропустил весьма обидный для себя мяч. 1-1. И отрывки второго тайма дают нам представление о том, что все-таки преимущественно владели футболисты Манчестер-Сити. Однако гол забили не совсем логично. Ошибся последний защитник Лестера в этом эпизоде. Побоялся идти на этот мяч. Дал возможность выйти из ворот вратарю. А этим как раз воспользовался Николя Анелька. И лучший бомбардир в составе Манчестер-Сити. Забивает второй мяч своей команды в этом матче. Но это было еще не все. Сдаваться соперников никто не собирался. И вот еще одна контратакующая акция. Но теперь все было сделано футболистами Манчестер-Сити логично. Посредством комбинации неплохо разыграли ее подопечные Кевина Кигана. И совершенно никем не прикрытым остался форвард Манчестер-Сити. Который и провел победный для гостей мяч. 3-1 и Манчестер-Сити идет дальше. Не смог пробиться в 1-16 финала Кубка Англии. И другой представитель английской премьер-лиги Bolton Wanderers. И это конечно же похоже на сенсацию. Поскольку допечные Сэма Эллардайса проиграли в ответном матче. Который проходил на их поле. Команде Транлер. Все началось с неприятностей у хозяйских ворот. Гости достаточно быстро вышли вперед. Однако в том же первом тайме. Болтон отыгрался благодаря вот этой вот комбинации. Которую точным ударом завершил. Один из полузащитников хозяйской команды. Сначала не получилось. Ну а затем дальний удар достиг своей цели. 1-1. Казалось бы это плацдарм для того, чтобы Болтон дожал соперника. Но в дополнительное время произошло невероятное. Смотрите какой великолепный гол забивает Ян Фьюн. Вот он подхватывает мяч. Теряет снова подхватывает. Идет к воротам соперника. И смотрите что делает футболист выступающий за Транлер. Да, такого развития не ожидали защитники Болтона. 2-1. Транлер проходит дальше. Болтон остается лишь с Кубком Лиги. Именно в этом турнире очень неплохие шансы на выход в финал имеют подопечные Сэма Эллардайса. Вулверхэмптон взял верх над Идерминстером в ответном поединке. Первый матч завершился 1-1. А вот во втором верх первенствовали подопечные Джонса. Которые забили два безответных мяча в ворота Кидерминстера. Один из которых записал на свой счет. Именно этим мячом он открыл счет матча. Это был Кенни Миллер. Ну и во втором тайме получилась вот такая вот не совсем логичная ситуация. Рефери был в курсе событий. Все видел. Илл гол Алекса Рея засчитал. 2-0 победа Вулс на своем поле. Также в повторном матче выясняли отношения между собой представители первого дивизиона Сток Сити и Уимблдон. Все решилось благодаря реализованному стандартному положению. Отличился Адам Нолан в составе гостей. И таким образом более именитый Уимблдон. Выходит следующий этап сетки Кубка Англии. В одну 16-ю финала. Ридинг выбыл из борьбы. Дома команда из лондонского пригорода принимала Престон. И проиграла со счетом 1-2. Счет открыт был на 28-й минуте. Благодаря Ричарду Кресвеллу. Который вывел вперед таким образом команду Престон. 1-0. Ну и в самом начале второй половины встречи. Гости отличились еще раз. Мяч на счету Георга Камонтаракиса. 2-0. Ну а Ридинг хватило лишь на то, чтобы сократить разрыв счета за 6 минут до окончания матча. Шон Готтер, знаменитый Шон Готтер, в прошлом году выступавший за Манчестер-Сити, распечатал ворота гостей, которые одержали победу. Роттерхэм неожиданно уступил на своем поле клубу третьего английского дивизиона Нордхэмптону со счетом 1-2. Это также была переигровка. И здесь очень здорово пробил штрафной удар уже в самом начале матча полузащитник Роттерхэма Пол Херст. Попал он под перекладину практически в девятку. Но затем команда из третьего дивизиона проявила волевые и бойцовские качества. И сначала Ричард Уокер на 36-й минуте. Тоже помог стандарт гостям в этом эпизоде. Счет сравнивает. Ну а затем и Мартин Смит на 54-й минуте, также ударом со стандарта, добывает билет своей команде в 1-16. Колчестер, клуб второй английской лиги, играл с любителями команды Акрингтон Стэнли. И в соответствии со статусом одержал победу 2-1. Оба раза в составе хозяев блистал Джои Кейт, главная звезда матча. На 11-й и на 84-й минутах Кейт обеспечил преимуществом хозяев поля. Вот таким образом был забит второй мяч Кейта в этом матче. Красивый удар под перекладину в дальнюю от голки перед девятку. И Колчестер практически оставляет без шансов любителей из Акрингтона, которые все-таки оставили память о себе, о своем приезде, благодаря голу Пола Малина на 89-й минуте, который, впрочем, ничего изменить уже не мог. Классический английский гол 2-1, победа Колчестера на своем поле. Клуб 3-го английского дивизиона Скантер на своем поле принимал Бартсли, команду из 2-й английской лиги, и праздновал победу благодаря двум мячам, забитым в каждом из таймов. И на 14-й минуте снова помогло стандартное положение. Отличился Стив Торпи, а затем Джейми Макком. Забивает победный гол и тем самым выводит свою команду в 1-16. Любители из Карбора продолжают удивлять своей долголетием, долгожительностью вот в этом главном кубковом турнире Европы. Дело в том, что эта команда вышла в следующую стадию. У себя на поле был повержен Солден со счетом 1-0. Единственный мяч и победный на свой счет записал Марк Куэйл. Ну а теперь переходим непосредственно к 1-16 финала. И первый матч состоялся на поле команды Скарбора. Клуб любителей, который только что был представлен нашими английскими коллегами в победе над Солденом со счетом 1-0. И вот на этот самый стадион, забытый богом стадион, приехал гламурный лондонский Челси, который, кстати говоря, выступал сам, что ни на есть, боевым составом. Ну, за редким исключением. И гости сумели забить только один мяч в этом матче. Отличился центральный защитник Джон Терри. Скарбора всю встречу держал напряжение гостей из Лондона. Арсенал Миддлсбро очень любопытная пара. Один из самых ярких матчей минувшего тура, минувшей стадии Кубка Англии. Видимо, действительно, Миддлсбро является, ну, такой наиболее приемлемой для Арсенала команды с точки зрения демонстрации голевой результативности лондонским клубам. Дело в том, что это уже третий матч в этом сезоне с участием двух клубов. И в третьем матче Арсенал проводит четыре мяча в ворота соперника. Таким образом, только от одного Арсенала в этом сезоне Миддлсбро пропустил аж 12 мячей. После того, как Денис Берком выводит вперед Арсенал, Джоб Дизайджоб, камерунский нападающий, сравнивает счет и тем самым выравнивает положение, но не выравнивает саму игру. Безусловно, Арсенал в этом поединке смотрелся нагло выше соперника. Скорости были просто невероятными. И совершенно закономерно на 28-м минуте Фредерик Юнберг выводит вперед Канониров. Затем во втором тайме на 68-й минуте Юнберг уже празднует дубль с помощью Роберо Пиреса, который подавал угловой. Ну а затем на поле вышел молодой воспитанник Арсенала Дэвид Бентли, нападающий просто великолепнейший гол. Он забил, наверное, тот гол, который стал главным украшением 1-й 16-й Кубка Англии. К тому же Миддлсбро в преддверии этого события остался в меньшинстве за 4 минуты до окончания матча. Вторую желтую карточку получает Джош Буатенг, голландский полузащитник. И покидает поле. Грубо сыграл он против своего соперника. Пытается выяснять отношения, но ни к чему это не приводит, кроме как к эпизоду, случившемуся на 90-й минуте. Смотрите, как забивает Бентли. Просто фантастический мяч, выверенный до миллиметра удар, 4-1, Арсенал шествует дальше. В четвертой минуте Брайан Фьюз воспользовался выходом 1-1 на ворота соперника и забил победный мяч. У третьего дивизиона Валийский Свонси также стал участником 1-8 финала Кубка Англии. У себя на поле эта команда принимала Престон и Диксон Эту. На 58-й минуте выводят гостей вперед, однако в течение 10-ти последних минут матча Свонси не только сравнял счет, а это сделал Энди Робинсон на 80-й минуте, великолепно исполнив штрафный удар, но и вырвался вперед и в итоге удержал свое лидерство. Лид Рандл за 8 минут до окончания встречи выводит Свонси в следующий раунд Кубка. Ливерпуль на своем поле принимал Нью-Касл в первом тайме. Все решилось уже в первые 4 минуты матча. Дело в том, что к этому времени счет стал ничейным 1-1. Бруно Шейру у хозяев открыл счет в матче. Ну а мы видим, как сплотились болельщики Ливерпуля. Действительно, команде очень важна была именно эта победа, поскольку это единственный турнир, в котором Ливерпуль еще не теряет шансов на победу. Все остальные уже, можно сказать, проиграны. И в первую очередь проиграна Премьер-лига. И таким образом мы видим, что Эмиль Хески помог отличиться в этом матче Бруно Шейру, который действительно с каждой встречей набирает форму. От матча к матчу играет все лучше и лучше. Ну а вот так забил Робер Лорен. Лорен Робер. Дальний удар в обвод стенки. И очень мощный. Здесь Ежедудок ничего не мог сделать в этом эпизоде. Однако во втором тайме то самое раненство, которое установилось до перерыва, было перечеркнуто очень неплохой и добротной игрой Ливерпуля. Нельзя сказать, что очень уж яркой, но добротной. 2-1 победа Ливерпуля благодаря второму мячу Бруно Шейру. Героем поединка Портсмут Скан Торп стал один футболист, а именно полузащитник в составе Портсмута. Ну а мы видим сейчас другого полузащитника российского легионера Алексея Смертина, который начал эту голевую атаку хозяев. Ну а та личность, о которой я говорю, вот он на ваших экранах, Мэтью Тейлор на 35-й минуте, не без помощи российского легионера. Выводит вперед Портсмут 1-0. Затем все тот же Мэтью Тейлор на 66-й минуте. Уже ударом за пределы штрафной площадки. Разводит по разным углам практически вратаря и мяч. Ну а после Энди Партон лишь сократил разрыв. 2-1. Портсмут выигрывает этот поединок. Команда, которая претендует на выход в Премьер-лигу в следующем сезоне, а именно эти цели преследуют Ипсвич и Сандерленд, встречались в 1-16 финалом на поле Ипсвича, и хозяева к удивлению потерпели поражение со счетом 1-2. Томми Смит в составе Сандерленда в самом концовке первого тайма. Ударом с лета счет открывает. Затем Хулио Арсен, аргентинский полузащитник, так и не заигравший в прошлом сезоне Премьер-лиги, теперь подтверждает свою профпригодность в первом дивизионе. 2-0 впереди Сандерленд. Лишь за минуту до окончания встречи Мартин Ройзер делает счет окончательным, но не в пользу Ипсвича. Далее идет Сандерленд. Дерби второго дивизиона закончилось победой Транмера с минимальным счетом 1-0. И тот самый победный гол эффектным ударом оформил Микки Меллон на 81-й минуте. Еще два клуба первого дивизиона выясняли между собой отношения в одной из 16-й кубка. Это Бернли и Гилленхэм. Но Бернли на своем поле имел практически подавляющее преимущество. Впрочем, воплотил его достаточно поздно. На лишь 30-й минуте первой половины встречи Ян Мур ударом головой обманул вратаря и пробил в ближний от него угол, к чему голкипер гостей был совсем не готов. Затем Роберт Блейк точно так же обманул, но стенку вместе с голкипером пробил в обвод. 2-0 впереди Бернли. И все тот же Роберт Блейк на 64-й минуте. Ну, уже, по сути дела, снял все вопросы относительно того, кто же станет участником 1-й восьмой финала из этой пары. 3-0. И лишь Дариус Хендерсон у Гилленхэма сумел отыграть один мяч, сократить разрыв до двух. Но слишком поздно это произошло. За 15 минут до окончания матча сократить такой дефицит Гилленхэм просто уже не мог. Ковентри принимал на своем поле клуб 2-го английского дивизиона Колчестер. И уже на 30-й минуте состоялся автогол в исполнении Де-Деле Адебола. Но Джулиан Джоаким на 33-й спас от поражения Ковентри. И таким образом в этом матче, в этой паре соперников еще ничего не ясно будет назначена переигровка, которая пройдет на поле стадиона Колчестер Юнайтед. Не выявился победитель и в паре соперников, представляющих английскую премьер-лигу. Речь идет о Манчестер-Сити и Тоттенхэме. Ну, если Манчестер-Сити в первой части нашего обзора вы в этом имели возможность удостовериться, первую победу наконец-то сумел одержать, правда одержал ее в гостях, то дома этому клубу по-прежнему сопутствует невезение. Вроде бы все начинается прекрасно. Манчестер-Сити выходит вперед за счет мяча лучшего своего бомбардира Николя Аннелька уже на 11-й минуте. И нужно, казалось бы, развивать успех, но не тут-то было. Во втором тайме хозяева не только его не развили, но и умудрились пропустить в одном из редких эпизодов у ворот галкипера Манчестер-Сити. Во втором тайме Тоттенхэм отнюдь не блистал в этом матче, однако Гарри Доггерти, выполняющий роль нападающего в сборной Ирландии и роль защитника в Тоттенхэме, и то нерегулярно проходящего основной состав, не изменил своей традиции и забил ударом головой. 1-1 будет перегровка на Уайт-Харт-Лэйн. Покидает турнир и Вулвер Хэмптон, который играл на своем поле и умудрился потерпеть весьма обидное поражение от Вестхэм-Юнайт. Лондонцы борются за выход в Премьер-Лигу, однако к этому моменту растеряли практически все шансы, занимают всего лишь шестое место, поэтому борьба в Кубке для них является в этом сезоне определяющей. И что мы видим? Брайан Дин на четвертой минуте, затем Марлон Хэрвуд, воспользовавшись фланговой передачей партнера, на 21-й вводит Вестхэм вперед. Напоминаю, матч проходил в Мулене, и таким образом Вестхэм сумел лишь отыграть один мяч, он на счету Йона Виорелла Гани, ветерана румынского футбола, который решил доиграть остаток карьеры в Англии. Ну и таким образом Ганя оформил свой первый мяч за Вулвер Хэмптон, но этот мяч ничего не изменил, поскольку Дэвид Конноли подвел ток в пользу Вестхэма. Эвертон и Фулхэм оказались очень упорными для друга соперниками, и здесь тоже ничего пока еще не ясно. На стадионе Гудисон Парк была зафиксирована ничья 1-1, счет матча открыли гостя благодаря контр-атаке на 49-й минуте, Шон Дэвис отличился, вот передача Стида Мальбрана получает один из наиболее талантливых в отсутствии сап-футболистов Фулхэма. И смотрите, чем это заканчивается, снова мяч возвращается Шону Дэвису, и он открывает счет матча 1-0. Ну а хозяева отыгрались лишь на последней минуте основного времени, Фрэнсис Джефферс сохранил силе шансы Эвертона на продолжение борьбы в Кубке. Ответный матч пройдет в Лондоне. Клуб третьего английского дивизиона Нордхэмптон на своем поле встречался с Манчестер Юнайтед. Ну и как бы сенсационно не выступал эта команда в этом сезоне английского Кубка, конечно же обойти Манчестер Юнайтед не представлялось возможным. Так оно и получилось. Три безответных мяча влетели в ворота Нордхэмптона по итогам двух таймов матча с Манчестер Юнайтед. Сначала на 34-й минуте в атаку подключился Микаэль Сильвестер. И рефери здесь фиксирует нарушение правил против футболиста Манчестер Юнайтед. К мячу подходит Диего Фарлан, но Уругвайцу не повезло в этом эпизоде. Именно эта ситуация предвещала первый гол Манчестер Юнайтед. Великолепно играет галкипер Хартер из Нордхэмптона, который вообще получил очень хорошую прессу за выступление в этом конкретном матче. Действительно, моментов у ворот Нордхэмптона было создано при огромное множество, не менее дюжины. И очень часто галкипер клуба третьего дивизиона выручал свою команду, но только не в этом эпизоде, на 34-й минуте Микаэль Сильвестер. Оформляет лидерство Манчестер Юнайтед в этом поединке. Вскоре состоялся автогол Криса Харгрейвса, футболиста с известной уже фамилией Оуэн Харгрейвс. Другой англичанин выступает за Мюнхенскую Баварию. Ну и последний мяч в этой встрече забил Диего Фарлан, однако лучшим футболистом в составе Манчестер Юнайтед был признан Криштиану Рональду, который начинал все атакующие акции партнеров. Нотингем Форест выбывает из борьбы за Кубок Англии и очень унизительное поражение пришлось потерпеть футболистам Нотингем Форест у себя на поле от Шеффилд Юнайтед. Но, впрочем, нельзя забывать, что Шеффилд Юнайтед является одним из лидеров первого английского дивизиона. И не исключено, что именно эта команда в мае заполнит образовавшуюся вакансию в Премьер-лиге за счет тех двух клубов, которые ее покинут. Джек Лестеров, далее Крис Морган оформляют преимущество Шеффилд Юнайтед. Но это еще не все. На самой последней минуте матча, когда Нотингем Форест полностью развалился, Вейн Алисон проводит последний мяч в своей команде и тем самым фиксирует крупную победу Шеффилд Юнайтед в гостях со счетом 3-0. Ну а мы переходим к итоговой таблице результатов 1-16 финала Кубка Англии. Я же сконцентрирую ваше внимание на жеребьевке, которая уже состоялась. Итак, Манчестер Юнайтед будет играть против победителя пары Манчестер Сити Тоттенхэм. Сандерлен встретится с Бирмингем Сити. Но самая интересная пара, это, конечно же, Арсенал Челси. Далее, Ливерпуль будет играть против Портсмута, но Аэвертон встречается с победителем пары Фуллхэм-Вестхэм-Юнайтед. На этом я, Дмитрий Дульченко, с вами прощаюсь и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok